Привет всем, это Ли Моррис из oftappers.com Многие фотографы в последние несколько лет судачат о том, что фотография в своем понимании отомрет Уступив в ближайшее время видеосъемке, потоку кадров Другие говорят, нет, это невозможно, это никогда не произойдет Но мы намерены потестить это сегодня, потому что у меня сегодня Red Epic в наличии Предоставленная нам Cinema Vision Я намерен вручить эту камеру Питеру Херли лучшему в мире портретисту И он попробует снимать видео в противовес снимкам И затем из потока видеокадров сделать распечатки и сравнить их с его обычной практикой Съемки использования его дорогущей цифровой камерой H-1002 И мы посмотрим, может ли эта штуковина тягаться с фотокамерами профессионального уровня Ё-моё, взгляните на этот агрегат О, боже, придется привыкать Вау! Ребятки, это Red Epic со 100-мм макро на нем Как говорится, безобразник до мозга костей В своей обычной работе я снимаю на Hasselblad H3D22 И мы намерены провести сравнение файлов с него против Red Epic В общем, Red Epic, который попал к нам в студию, потрясает Бери это убожество со своего лица Вот так будет значительно лучше Придай своей улыбке более подкупающее выражение Ты сейчас снимаешь это на Nikon D4 Это 16-мегапиксельная камера, так? Просто взгляни на это Red Epic снимает на 14 мегапикселов каждый кадр И делает это 24 кадра в секунду В прошлом, даже беря HD-видео, получались небольшие размеры и были непригодны для печати Сейчас началось наваждение Что еще в этом удивляешь? Доступны регулировки всего Изменять экспозицию, изменять баланс белого Можно подтягивать это как пожелаешь Уже после того, как ты наснимал Немного в сторону Не смотри на меня Даже не думай смотреть на меня Вот так Держи контакт с камерой Не смотри на меня Ты не услышишь щелчка Не смотри на меня Не отвлекайся на меня Поворачивайся туда Продолжай Стой, стой Вот так Я показал, что это странно На фоне всего Потому что Джеки стоит перед камерой И я ей говорю Мы снимаем Поехали Двинься сюда Плечо подними Подбородок опусти Хорошо Стой вот так Понимаете? Я не знаю Это так непривычно И странно Не разберешь Когда мы уже снимаем Никакого щелчка затвора Никаких вспышек Чего не происходит Просто бежит поток кадров И я могу фокусироваться Прямо в процессе ее движения И говорю Окей Похоже, это оно И затем мы отправляемся К компьютеру Чтобы все это Рассмотреть Вещь, которая С ума Сводит Это Насколько Растягивается Мой рабочий процесс Потому что Я уже Отснятый фрагмент Еще вынужден Гонять Туда-сюда Мне хочется Вытащить Лучший снимок Из этого И я как бы Режиссирую То, что уже Наснимал Мне приходится Перепроверять Что да Вот это именно Точевое На съемке Добивался Кадр за кадром О, смотри-ка На этот наклон Это так круто Видите, обычно я снимаю сотню кадров Своим хасельблатом И я перескакиваю по ним Без проблем А этой штуковиной Я наснимал Семь тысяч кадров По которым я должен скакать И получается, что там был Удачный наклон И вот приходится Мотать назад Кликая Пятьдесят раз Для нахождения Того самого момента Который настолько Не заметил Чтобы вытащить снимок Который хотелось Так что Временные затраты На это вызывают Просто переутомление Время на поиски Просто переутомляет Это просто Крыша едет Крыша едет Просто Не могу въехать Я это не догоняю Это просто безумие Ааааа Амбой Мои слова Восхищения Выходят за Грань приличия Весьма неплохо Ребята Оно на печати Будет удивительно Оно таким же на печать пойдёт Это получается здорово Удивительно В общем, ребята, я только что вернулся из своей печатающей лаборатории в Нью-Йорке И я реально впечатлён Взгляните на эти снимки Вот скажите, вам понятно, что тут где? Какая из них CastleBud, а какая из них Red? Признаюсь, я сам не могу Мне пришлось садиться за мой компьютер, копаться в файлах, чтобы определить, что и чем снято Мне казалось, что я вроде узнал, но мне потребовалось это проверять Совершенно незначительные нюансы цвета, незначительная разница в контрасте Но единственная реальная разница — это глубина резкости с CastleBud Большее размытие, потому что я снимал это на f6.3 Это единственная вещь, большая глубина на Red Но в смысле печати размера 8х10 никто, никто не сможет заметить разницу между ними Они и обе... В общем, я просто... Очень впечатлён этой Red Epic Невероятно В общем, ребята, вот вам ещё кое-что По ссылке ниже, вот тут, щёлкайте Вам доступны полноразмерные кадры С моего Hasselblad H3D22 И из Red Epic Чтобы вы сами могли сделать выводы для себя Это просто изумляет, на что способна эта камера Ну, ясно, я люблю свой Hasselblad тоже, он тоже изумителен В общем, этот агрегат стоит 80 тысяч с объективом Насколько помню, 60 тысяч за тушку и 20 за объектив Так что это очевидно за гранью бюджета большинства фотографов Но мы ведь все понимаем, что происходит с технологиями Всё дешевеет, когда выходят новинки Ну, мы не уверены, но вдруг это добавят в DSLR скоро И мы все туда двинем, получая удовольствие Переводы озвучка выполнены мной Смотрите больше интересных переводов на моём канале Найти мой канал на YouTube просто Введите английскими буквами в одно слово H-D-S-L-R-U-S Субтитры сделал DimaTorzok